Вы имеете право участвовать в судебном обсуждании, вы имеете право на защиту. Правила встанность и по всем обеспеченным вопросам. Главным образом в данном судебном процессе по доказательной законе вашего мальчика. Я подзащитная вчера, я была у нее в СИЗО, она свидания, соответственно, и она передала мне ходатайство по доказательной законе, по доказательной законе, на ряду с адвокатом. Соответственно, ходатайство подписано ей лично, и Смирнова Ольга Борисовна просит запустить к своей защите на ряду с адвокатом и лица Динара Радилевича в полностью позиции вводной в ходатайстве. Так как норма, действующая законодательностью, не противоречит участию иных лиц в защите, в том числе от этого, скорее всего, на ряду с адвокатом, я поддерживаю в ходатайство вводной в ходатайстве. По авиационной жалобе адвоката Дыряна обысляющей интересы Смирнова плюс постановление суда отменить и отказать от нового предваренного расследования в предварении ходатайства. Использовать в отношении незначительной меропресечения в виде личного проучительства, либо запрет о определенном действии с обстановлением обмуганных запретов. Наша ситуация, она именно та, в которой могут и должны быть преднаны более мягкие меропресечения, хотя бы такие, как домашний арест. Потому что мы предлагали следствию две квартиры, которые находятся в собственности моего доверителя. В одной из них уже был произведен обыск и были изъяты все интересующие объекты для следствия. И, соответственно, в этой квартире, в принципе, больше невозможно ничего уничтожить. И, допустим, при избрании меропресечения в виде домашнего ареста с учетом запрета использовать интернет, телефонную связь и корреспонденцию, сложно представить, что должна сделать важного ареста для того, чтобы помешать своему свидетельству, находясь в квартире без какой-либо связи с внешним миром. Мне подражается ни одного повода, что эти публикации, которые я не отрицаю, автор, которых я не отрицаю, отвергиваю, делались с разных, то есть с разных адресов. Это могло быть возможно, если бы в дело сразу несколько человек из разных мест пользуюсь своим и держать вам потом с моим миром с мирного культа. Таких материалов, подтверждающих это, между тем, если бы все возможности их получить, а эти данные должны были храниться в течение полугода, с каких-то имя адресов припорости или имени умиграции. Если бы такого забота сделала, сразу немножечко от них желаете, напомню, что они поднагружены, что это делается исключительно своего адреса домашнего покрытия. Если у вас намерение мешать ходу следствия путем уничтожения каких бы то ни было улик или доказательств, или, может быть, предупреждение третьих лиц, или вступление в сговор с третьими лицами, или иных способов вмещать к ходу следствия. У меня таких данных и не нет. Более того, я хочу, чтобы расследование было проведено более подробно. Вот в первом своей репетии я об этом говорила, что если бы следствие было проведено более глубокое исследование, там скопил адресу шею публикации до времени и было предвидено от аргументного экспертиза, они были видны, что часть опытов относительно коррективного характера работы и калка она просто разбилась по факту. Каких-либо оснований для повторного исследования защиту не повезло, поэтому прошу отказать данное хозяйство как обращение. Полагательство не все липедная инстанция, не апелляционная инстанция. позиции обвинения не были предоставлены достаточной обоснованной доводой о необходимости удостоверения меры пресечения. Мое подвижение в виде заключения под страх. О том, что она не намерена мешать в форме следствия, более того, заинтересована в справедливом всестороннем разбирательстве по данному делу, поэтому открыто, полно отвечает на все вопросы следствия, не скрывает никакой информации, указывает на те обстоятельства, которые следствию самостоятельно получить не удалось. По первому требованию предоставила все объекты, терюсующие следствия при обыске. Полагаю, что нет никаких оснований для избрания такой строгой меры в исчении в виде содержания подстрастий. Считаю, что постановление Кировского районного суда 7 мая 2022 года, в котором избраны меры пресечения без заключения постража в отношении смирного Ольги Борисовны является законным и обоснованным. Суд первой инстанции был объективно исследовал совокупность ходатайства и предоставленных материалов, проверил все обстоятельства, которые в соответствии с положением статьи 97 и 99 уголов Пуца на Кодекс Российской Федерации учитываются при решении вопроса более меры пресечения в виде заключения постражам. В мирновом в настоящее время обвиняется в совершении преступления соучастием сына и милициями личности из домнохождения которых до настоящее время не установлены. Кроме того, по делу проводится комплекс оперативно-радисментных мероприятий на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также проверяется причастность меры в совершении преступления в аналогичной направленности. В связи с чем я считаю, что основание для изменения мероприятия также и не имеется. По руководству статьи Н. 389, 13, 20, 28, 33 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд операционной инстанции постановил восстановление Кировского районного суда Санкт-Петербурга 7 мая 2020 года в отношении обвиняемой Смирновой обгибой страны остается без изменения.